МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. За минувшую неделю в окружную казну поступило 1 млрд 617 млн рублей. Львиную долю поступлений составил налог на имущество. Из бюджета округа было израсходовано 372 млн рублей. Из них 177 млн рублей выделено в качестве субсидий бюджетным учреждениям. 142 млн направлено на образование и 23 млн рублей на здравоохранение. Об этом на расширенной планерке при губернаторе округа доложил первый заместитель руководителя Департамента финансов Сергей Михайлов. Социальные выплаты населению за неделю составили 16 млн рублей. Из них около 6 млн направлено в качестве компенсации проезда граждан на лечение за пределы региона. 5 млн рублей выделено на обеспечение населения лекарственными препаратами. Также из окружной казны было направлено 13 млн рублей на предоставление субсидий юридическим лицам. Межбюджетный транспорт и муниципальным образованием – 3-4 млн рублей. Основной платеж – это 21 млн за Полярному району на строительство школы в Тельвицке. Бюджетные инвестиции в госсобственность составили 72 млн рублей. Это на 42 млн на строительство дороги на Римарусинск и 28 млн на строительство школы по улице Авиаторов. На сегодняшний день государственный долг составляет чуть более 4 млрд рублей. Как отметил первый заместитель руководителя окружного департамента финансов, сегодня часть государственного долга в размере 980 млн рублей будет погашена. Помимо бюджета на расширенном совещании обсуждались и другие вопросы. Заместитель губернатора по социальным вопросам Надежда Дедеева рассказала об итогах своей поездки в Великовисочную и Тошвирску, где были осмотрены объекты социального значения. Великовисочная школа, детский сад, интернат завершает подготовительные мероприятия к сдаче учреждений к новому учебному году. К 17 августа, согласно графику, учреждения будут готовы. Также были посещены больницы и дом культуры. Эти учреждения попали в зону подтопления. Сильно пострадал, конечно, дом культуры. Представитель цены стройзаказчика, выезжавший в составе группы, готовит техническую документацию для определения причиненного ущерба. Вместе с главой Татьяной Николаевной и профильным департаментом наметили пути решения вопроса по функционированию ФАПа в Тошвирске. Как отметила Надежда Валентиновна, приемка образовательных учреждений идет в соответствии с графиком работы комиссии. На сегодняшний день принято надзорными органами 21 учреждение. Еще один вопрос, который обсуждали на расширенном совещании при губернаторе – празднование Дня Оленя. Заместитель главы региона по делам коренных малочисленных народов Севера Ольга Старостина поблагодарила все департаменты, муниципальные образования и авиаотряд за организацию и проведение праздничных мероприятий. Особую благодарность выражают члены общины МТО за решение администрации округа направить медицинскую бригаду, потому что удалось одновременно охватить достаточно большое количество членов общины, что очень проблематично в целом, потому что они у нас кочуют, и вот так собраться у них удалось достаточно редко. Они прошли у нас и УЗИ, и ЭКГ сделали, и флюографии, и анализы взяли. И с медиками были также доставлены медицинские препараты и детское питание. Поэтому члены общины очень довольны вот таким мероприятием и принятым решением. Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Сергей Андреянов сообщил об итогах акции «Нашим рекам и озерам чистые берега», в рамках которой были очищены более 50 гектар береговой полосы, собраны и вывезены порядка 60 кубометров мусора. Также профильный окружной департамент осуществлял контроль за очисткой от металлолома озера Качгард. По словам Сергея Андреянова, на сегодняшний день утилизировано 9 объектов. Вывезено порядка 150 тонн металлолома. В пятницу мы получили от природы согласование на создание двух природных заказников регионального значения Хайпудырский и Паханческий, также природный парк Северный Тиман. Очень позитивная для нас новость позволит существенно расширить общую площадь охраняемых территорий природного значения, регионального значения, на которых ограничена хозяйственная деятельность. Главная цель расширения сети особо охраняемых территорий в округе – сохранение ландшафта, охрана редких видов животных, водоплавающих птиц и рыб. Как отметил руководитель профильного окружного департамента, это никак не повлияет на пользователей земли. Оленеводы смогут спокойно охотиться и ловить рыбу для обеспечения традиционного образа жизни. Напомню, на сегодняшний день в Ненецком округе созданы семь особо охраняемых природных территорий регионального значения. К 2021 году планируется создать еще пять особо охраняемых природных территорий – природный парк Северный Тиман, заказник Паханчинский, заказник Хайпудырский, заказник Вашутинские озера и самый большой по площади природный парк Югорский. Иван Никонов, Ирина Нижалова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Школа в Тельвиске будет готова к середине сентября. Сегодня подрядчик, компания «Стройуниверсал», проводит внутреннюю отделку, завозит технику для пищеблока, необходимую мебель и оборудование, благоустраивают территорию вокруг здания. Насколько готов новострой сегодня, увидели представители делегации администрации округа и Заполярного района во главе с губернатором. Игорь Кошин посидел две сельские стройки и пообщался с населением. Двухэтажное здание внушительных размеров привлекает внимание сразу. Стройки такого масштаба в селе Тельвиска еще не было. Общая площадь помещений – более 3,5 тысяч квадратных метров. Вместимость – 100 учеников. Стоимость проекта – более 278 миллионов рублей. Начинка школы тоже впечатляет. Спортивный зал, помещение для кружков, класс для занятий домоводством, кабинет по обработке ткани, мастерская для трудового обучения, кабинет индивидуальных занятий, музей, медицинский блок. Все это станет доступно школьникам Тельвиски уже скоро. Подрядчик – компания «Стройуниверсал» работает почти по графику и планирует сдать объект к середине сентября. Сегодня на объекте работают 25 человек. Помимо отделочных работ и благоустройства, им предстоит установить локальные очистные сооружения. Этот вопрос возник после принятия новых правил санитарной безопасности, когда школа уже строилась. Изначально предполагалось вывозить отходы на полигон, но теперь в проект необходимо вносить изменения и включать септик. Подрядчик работает над техническим решением проблемы. Вторая стройка, которую посетила делегация – 12-квартирный дом. Строить его начали еще в 2011-м, но свои обязательства Наринмар-Окергаз выполнить не смог. Новый контракт в мае 2017-го заключен с ремонтно-строительной компанией Ненецкого округа. «Основные работы, я уже повторюсь, это благоустройство, отделочные работы, непосредственно закрыть тепловой контур здания, окна, двери, межкомнатные, входные, также утепление перекрытий, утепление части фасада. Мы еще успели дораспутиться и завести большую часть материала. Крупный габарит мы завезли на днях. То есть, вы уже видите, благоустройство идет полным ходом. На борже привезли сюда, разгрузили». Дом для социального найма должны сдать в декабре текущего года. Сегодня в очереди по этому направлению числится 31 семья. Если бы не подрядчик, который затянул процесс строительства и длительная процедура расторжения контракта, сельчане получили бы новое жилье еще в 2014 году. «Проблема в том, что как только подрядчик не успевает сдавать срок, мы договорились и с нашими строителями, и с руководством Тополевого района, о том, что год прошел этот цикл. Если не сдают, тогда надо идти на разрыв контрактов. Иначе мы будем получать такую головную боль, как по школе в Красном. Если многоквартирный дом удастся сдать в сроки, список долгостроев Ненецкого округа сократится на одну единицу. Сегодня в этом списке два десятка строений, в основном социального значения. Общая сумма вложений в стройки, которые уже несколько лет числятся как незавершенные, превышает 3 миллиарда рублей. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Разработы для жителей округа механизма льготного кредитования с минимальной процентной ставкой. Такое поручение глава региона дал сегодня Департаменту экономики и финансов НАО. Речь идет об ипотеке для жителей региона, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Исполнение поручения возложено на окружное финансовое ведомство. Сегодня ситуация с бюджетом у нас выравнивается. Мы имеем возможность рассмотреть дополнительные возможности для решения проблем жителей с помощью финансовой поддержки из окружного бюджета, отметил глава региона. Мы с вами отработали и сделали 5-процентную ипотеку для нового жилья, а здесь посмотрите возможности приобретения вторичных жильев. Только единственное, что отработайте со строителями по срокам, чтобы это не было жилье предветкой аварийной, чтобы было наиболее комфортно гражданам, и чтобы это устроило банковскую систему. Если сегодня у нас есть 10-летние программы, то вполне возможно, что это все-таки программа должна быть 15-летняя. Тогда мы снизим нагрузку с ежемесячным платежом, но предоставим возможность все-таки населению решать свои жилищные проблемы, потому что большое количество обращений – это проблема у нас номер один. Говоря о сроках кредитования, губернатор просил финансистов исходить в первую очередь из объемов ежемесячного платежа для граждан, подчеркнув, что он должен быть посильным. На исполнение поручения по разработке нового механизма, направленного на реализацию возможностей по улучшению жилищных условий для северян, губернатор дал одну неделю. Производителям молока в Ненецком округе гарантировали выплату субсидий. Финансовую поддержку аграрии получат до конца года. На эти цели в окружном бюджете предусмотрено более 49 миллионов рублей. Все регионы страны на одной площадке. Ненецкий округ планирует разместить свою экспозицию в культурно-образовательном туристическом центре «Этномир» в Калужской области. Здесь гости знакомятся с культурой, обычаями и укладом жизни, историей, фольклором и мифологией, национальной кухней и ремеслами. Оленеводы Канинской Тондры смогут проводить убойную кампанию самостоятельно. С просьбой рассмотреть возможность передачи убойного пункта в собственность сельхозкооператива «Ненецкая община Канин» оленеводы обратились к губернатору во время поездки Игоря Кошина на место кочевий хозяйства. По словам оленеводов, самостоятельное проведение убойной кампании было бы наиболее эффективным механизмом. Хозяйство получит возможность самостоятельно решать, как использовать субпродукты и устанавливать сроки для убойной кампании. В настоящее время убойный пункт принадлежит предприятию «Мясопродукты». Для оперативного решения вопроса Игорь Кошин провел рабочее совещание с участием руководителя профильного департамента Сергеем Андреяновым и директором мясопродуктов Тамарой Критской. В ходе встречи достигнута договоренность о передаче убойного пункта от окружного предприятия в собственность общины Канин. Кроме того, руководителю агропромышленного сектора губернатор поручил проработать возможность строительства коралей для канинского хозяйства. Этот вопрос также поднимался оленеводами на встрече с губернатором. «Мы готовы оказать всяческую поддержку оленеводам, но строить необходимые для развития отрасли объекты они должны сами. Это, во-первых, позволяет избегать гигантомании, когда масштабы строек не соответствуют реальным потребностям, а во-вторых, как показывает опыт таких хозяйств, как Путь Ильича, значительно снижает стоимость возводимых объектов», сказал Игорь Кошин. Производителям молока в Неницком округе гарантировали выплату субсидий. Финансовую поддержку аграрии получат до конца года. На эти цели в окружном бюджете предусмотрено более 49 миллионов рублей, выделенных из окружного бюджета на июньской сессии. Такой способ поддержки сельхозтоваропроизводителей дает возможность повышать производственные показатели хозяйства, а также фиксировать цены на молочную продукцию для населения. Окружная субсидия выделяется на каждый килограмм произведенного и реализованного молока. В первом полугодии сельхозпроизводственные кооперативы и предприятия, занимающиеся молочным животноводством, получили из бюджета Неницкого округа 68,6 миллионов рублей и 5,8 миллионов рублей из федерального бюджета. Господдержка крестьянско-фермерских хозяйств за полгода составила более 2 миллионов рублей. Возместили часть затрат на производство молока и личным подсобным хозяйством. За полгода бюджет региона перечислил им порядка 180 тысяч рублей. Полноценный аудит муниципальных предприятий позволит обеспечить их дальнейшую работу. Об этом сказал глава региона на встрече с ответственными за сферу строительства и ЖКХ. Речь на встрече с вице-губернатором Алексеем Еремеевым и ответственным за данный блок вопросов в мэрии Андреем Бережным шла о полугодовых итогах работы новой городской администрации. Основными проблемными точками на карте городских предприятий остаются Наринмарское ТП и предприятия объединенных котельных и тепловых сетей. В отношении единственного в регионе автотранспортного предприятия, по словам представителя мэрии, сегодня проводится полный анализ состояния автопарка и исследования пассажиропотока на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Аналогичный подход нужно применить и к ПОКТС. Без нормального аудита дальнейшее развитие предприятия, обеспечивающего теплом практически весь город, невозможно, считает Игорь Кошин. Кроме того, Бережной рассказал губернатору о планах по благоустройству дворовых площадок в окружной столице. По его словам, до конца сентября в Наринмаре будут обустроены детские площадки на улицах авиаторов Сущинского 60-летия октября и в районе Старого аэропорта. Средства на софинансирование мероприятий предусмотрены в федеральном окружном и муниципальном бюджетах. Янецкий округ присоединится к проекту «Россия в этномире». Администрация региона подпишет соглашение о сотрудничестве с компанией «Этнодеревня», в соответствии с которым округ планирует разместить свою экспозицию в культурно-образовательном туристическом центре «Этномир» в Калужской области. На территории этнографического парка площадью в 140 гектар расположены этнодворы регионов России и разных стран. Представление Ненецкого округа в «Этномире» будет способствовать развитию внутреннего туризма, предпринимательской деятельности в области народных художественных промыслов и содействовать привлечению инвестиций. Срок соглашения предусматривает два года. В первую очередь будет создана рабочая группа по представлению Ненецкого округа на площадке «Этномира». Ранее проект «Россия в «Этномире» был поддержан главой государства. В целом предусматривается заключение соглашений со всеми 85 субъектами. Благодаря данному проекту посетители этнографического парка смогут за один день посетить все регионы страны. Как отмечают в культурно-образовательном туристическом центре «Этномир», в настоящий момент такое соглашение заключили уже с 42 регионами. Еще шесть документов находятся на стадии подписания. Культурно-образовательный центр «Этномир» расположен в Боровском районе Калужской области и является самым большим этнографическим парком России. Здесь гости знакомятся с культурой, обычаями и укладом жизни, историей, фольклором и мифологией, национальной кухней и ремеслами. Такова информационная картина к этому часу. Мы следим за развитием событий. Напомню, наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова